Итоги недели Что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Берестейский форум в Брестском государственном университете имени Пушкина. В центре внимания ученых, историков, студенческой молодежи, проблемы существования неонацизма в современном обществе. Предпосылки к его распространению в разных странах. COVID-19, коронавирус, пандемия. Что есть, что может быть и что делать, чтобы не спровоцировать полную потерю управляемости. Материал наших корреспондентов из красной зоны Брестско-центральной городской больницы. Праздник к нам приходит. Накануне в Бресте на центральной площади состоялось торжественное открытие главной городской елки. Натуральная красавица теперь украшает своими огнями Брест. Подготовка к этому знаменательному событию проходила достаточно долго. Поэтому горожан ожидало большое количество сюрпризов. Главным из которых стал бычок. Талисман будущего года, который преподнесли брещанам коллеги из района. Но обо всем по порядку. Специальный репортаж с открытия главной городской красавицы смотрите прямо сейчас. Считанные мгновения отделяют нас от торжественного момента открытия главной городской елки. На площади достаточное количество людей. Все не пришли для того, чтобы разделить этот важный, волнительный, приятный момент. Ведь он говорит о том, что к нам приходят новогодние и рождественские праздники. Вместе с которыми в наших домах поселяются тепло, уют и хорошее настроение. Несмотря ни на какие обстоятельства, пожелавших разделить радость события и принять участие в торжественном открытии главной городской елки оказалось очень много. Пришли с семьями, чтобы вместе прикоснуться к новогоднему чуду и разбудить в себе чувство праздника. С Новым Годом! Желаю всего хорошего, счастья, здоровья и всего самого лучшего. Дорогие брещане, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Слава Богу, год не насти заканчивается. Давайте жить позитивно. С миром, с любовью, с честью. Уверенности в жизни, счастья, чтобы каждый нашел себя, чтобы любили друг друга и помнили всегда о родителях. И всех с Новым Годом! Счастья и здоровья! История путешествия новогоднего письма Дедушке Морозу с первых минут заинтересовала и детей, и взрослых. Снежная королева попыталась воспрепятствовать торжеству, но когда злу противостоит любовь и искренние желания, все границы открываются. Масштаб новогодней постановки впечатляет. На импровизированную сцену перед зрителями выходили представители ведущих творческих коллективов города. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Своеобразный праздник музыки и света нашел отклик в сердце каждого гостя программы. А кульминацией праздничного шоу стало долгожданное появление на сцене главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Увидав ваш город Брест, мы объехали окрест. Удивились вашим домом, где нам вроде все знакомо. Все красиво, загляденье, всем гостям на удивление. Я скажу сегодня прямо – берестейцам! Браво! Браво! Далее гостей праздника ждали самые теплые, самые искренние поздравления от успешных брещан в их словах. Чувствовалась искренняя вера в то, что будущий год станет для областного центра более успешным и более результативным, что от каждого из нас зависит, каким будет Брест в ближайшее десятилетие. За словами горожан последовало поздравление от руководителя города. Обращение Александра Рогачука получилось эмоциональным, но при этом простым и открытым. Дорогие друзья, каждый год мы привносим что-то новое в новогоднее оформление нашего любимого города. Вот и в этом году мы постарались сделать что-то необычное для вас. Мы решили сделать нашу главную елку натуральной, естественной и вся композиция, которая сейчас заждется, называется «Елка нашего детства». От нее пахнет елкой. Да, мы могли бы поставить сюда новейшие светодиоды, могли бы поставить самую суперсовременную елку, как в прошлом году, мы ее оставили, но решили в этом году сделать так, потому что мы все нуждаемся в естественных, натуральных эмоциях. Вот здесь, под этим белым покрывалом, находится главный сюрприз сегодняшней программы. А вот что там или кто там, мы с вами узнаем. Давайте мы его посмотрим. Поднимаем, поднимаем. Главный талисман года, маленький пушистый бычок, весь 2021-й будет своеобразным оберегом Бреста и его жителей. Несмотря на то, что белый бычок на сцену не вышел, без теплого общения с представителем зодиакального круга не обошлось. Мэр решил сам спуститься к символу 2021-го, чтобы разглядеть красавца-бычка. Я валуюсь так же, как этот бычок. Вот такой хороший, правда? Хороший. Выбирали. Каждый месяц буду выкладывать его фотографии в своем телеграм-канале. Поэтому вот быка. Будет расти. Да. И на Новый год следующий, 22-й, приведем его сюда. Да, вот, точно, хорошая идея. Так что договорились. Уже позже в официальном интервью мэр дополнит. Ему искренне хотелось бы, чтобы уходящий год оставил в прошлом все то, что пришлось в 2020-м пережить Брещаном. А приходящий в город праздник зажег в душе каждого теплые эмоции и искреннюю радость. Я хочу, чтобы первый год второго тысячелетия нашего города, который заканчивается, был худшим годом во втором тысячелетии нашей истории. Я очень надеюсь, что так оно и будет. И вот он, главный момент зажжения огней на главной городской красавице. И в честь всеобщей радости сияй, свети, гори! Ваши громкие аплодисменты, дорогие брещане! Сколько добрых, искренних, светлых слов было сказано в этот праздничный день. Сколько пожеланий добра и света было адресовано брещанам от брещан. Несмотря на то, что погода в очередной раз не хочет напомнить нам о зимних забавах, настроение у людей хорошее, доброе. Ведь ничто не заменит нам искренних улыбок близких, задурного смеха детей, слез радости во время боя курантов. Все это было, есть и будет в сердцах тех, кто открыт желанию жить ярко и интересно. Вот так весело и задорно Брест открыл главную елку и в очередной раз доказал, что лучше Бреста нету места. Творческая группа Бук-ТВ специально для Бреста и брещан. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы говорим о важном и актуальном. Дискуссионные площадки в рамках инициативы «Берестейский форум» проходят в различных кругах и сообществах. Очередной разговор состоялся накануне в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина. В центре внимания ученых, историков, студенческой молодежи оказались проблемы существования неонацизма в современном обществе, а также предпосылки к его распространению в разных странах. Общение получилось очень живым и продуктивным, а озвученные тезисы дали толчок к переосмыслению стереотипов и более глубокому изучению истории своего государства. Все подробности в нашем следующем материале выпуска. Исторические контексты предпосылки для популяризации такого явления, как неонацизм, стали центральной темой публичного общения в рамках Берестейского форума. В стенах Пушкинского университета речь шла о том, почему же в мире, пережившем тяготы Второй мировой войны, все же встает такой вопрос, и как под маской особо объединяющей людей идеи может преподноситься нацизм. Эта идеология, это течение, очень активно эксплуатируют и используют недостатки людей системы. А они, если друг видны, то сразу за них можно ухватиться. Но в данном случае речь идет о том, что наиболее яркие проявления этого у нас в Европе. По мнению ученых и историков, в современном, достаточно открытом с точки зрения информации мире, активно идет подмена понятий, которые поддаются неокрепшему осознанию молодежи, как ответ на вопрос, а как оно было на самом деле в годы Второй мировой войны. Механизм внедряется через публикации материалов разного характера. Как правило, акцент делается на недостатке того или иного режима. Схема стара и предельно понятна, но здесь есть и другая сторона медали. Любые такие факты важно уметь проносить через свое критическое мышление, соотносить с другими данными. А это уже вопрос развития критического мышления и гуманитарной составляющей, на которую в современной школе нужно сделать особый упор. Каждый из нас, когда включает интернет, приходит в свободный поиск, по сути остается один. Один на один. То есть вы сидите наедине вот с этой машиной, она дает вам определенную информацию, вы правили эту информацию искать. Но поскольку вы найти ее не можете, тут вам помогают социальные сети, группы, которые объединяют. И здесь запросто можно попасть в нити, группы, скажем так, в кавычках, да. И наша молодежь, часть, конечно, я не говорю, что вся, безусловно, на это поддается. Ничто не говорит ярче о негативной репутации нацизма, чем цифры погибших в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Миллионы безвинно загубленных жизней. Не слишком ли это большая цена за идею расовой идеальности и исключительности? На риторический вопрос белорусы отвечают памятью, передающейся из поколения в поколение. Несение вахты памяти у вечного огня, реставрация памятников погибшим воинам, создание новых мемориальных экспозиций возвращает людей вновь и вновь в то непростое время, словно напоминая о том, что действительно важно. Эта память была, есть, я все-таки верю, что она будет, потому что война все-таки оставила такой значительный след в истории не только нашего государства, но и в жизни, в истории практически каждой белорусской семьи. И, к сожалению, в первую очередь это трагическая память. Вот некоторые факты известные, я думаю, не будет лишним сегодня о них сказать, вспомнить. На оккупированной территории действовало примерно 260 лагерей смерти. В первую очередь сегодня вспоминали этот лагерь Тростенец, крупнейший в Беларуси, четвертый по количеству погибших узников на территории Европы. И это лагерь Азаричи, Гомельская область, около 20 тысяч погибших. И можно назвать детский донорский лагерь, тоже Гомельская область, Красный берег, 1990 детей погибло. Общение в таком открытом формате – это всегда разговор по душам, где каждый говорит о том, что считает действительно важным. Макроэкономические процессы, философия, идеология, исторические процессы и мировой опыт. На стыке каждого из этих феноменов есть то, что волнует, то, к чему нет безразличия, то, что останавливает на себе внимание и заставляет подумать о более высоком и важном. Ушла такая тема, животрепещущая, о том, как же нам бороться с психологией фашизма, нацизма в умах молодых людей. И в ходе заслушивания докладов я понимаю, что это как личное, то, что я могу осознать, то, что я могу как-то себе поменять, например. Также это исследовательская работа, воспитательная работа. То есть важно передать будущим поколениям именно те знания, чтобы у них не было такого, сложилось в головах такого представления, что фашизм – это хорошо, нацизм – это хорошо. Ведь это не так. Как можно убить человека? Нужно сказать, что мы, как научное сообщество, не можем себе позволить искажения фактов. Мы, наоборот, должны на основе реально существующих фактов бороться как раз-то с искажением фактов. Как я говорил, что на сегодняшний момент мы живем в условиях информационного общества, и очень бурный процесс развития и нашего вхождения в это информационное пространство привел к новым проблемам. На сегодняшний момент мы видим, что различные субъекты, медиапространства, они формируют ложные убеждения у современной молодежи. И, соответственно, на основе этих убеждений, наверное, формируются определенные образцы поведения. И с точки зрения воспитательной работы, я еще раз подчеркиваю, мы должны опираться, как научное сообщество, в первую очередь, на факты, факты и только факты. А кто знает эти факты лучше непосредственных участников событий – ветеранов. Недавно вышедший в свет документальный фильм, созданный по инициативе Международной организации прав человека, дал понять обществу еще одну очень важную мысль – только через память можно обрести мир. А главное, чтобы человек не стоял на месте. Всегда стараться что-то достигать. Как люди-то, руководители государств, будьте добрее друг к другу. Будьте терпимее. Будьте терпимее. Уметь не только говорить, но уметь и слушать. Слушать оппонента. Ну и быть добрее. Люди, будьте добрее друг к другу. И тогда войны не будет. Статус матери и материнства в Беларуси всегда был и остается на особым счету. Об этом говорит в первую очередь большое количество социальных программ, направленных на всестороннюю поддержку женщин, воспитывающих трех и более детей. В первую очередь это семейный капитал. С открывшейся возможностью водосрочного использования сотни семей получили шанс улучшить свои жилищные условия, воспользоваться услугами платного образования, применить зарезервированные средства на лечение тяжелобольного ребенка. Данные счастливых обладателей поддержки обновляются в стране практически каждый день. Сколько человек воспользовались программой в Брестской области, и в целом какой социальной поддержкой будут окружены в преддверии праздников уязвимые категории горожан, узнавала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Счастье материнства несравнимо ни с какими другими понятиями, уверены брещанки и многодетные мамы. И это действительно так. Искренняя детская улыбка малыша не имеет цены. Это результат родительской любви, заботы, внимания и поддержки, которую ощущает ребенок на всех этапах взросления. Немаловажную роль здесь играет создание комфортных условий проживания. Именно на эти цели, как правило, используются средства семейного капитала. Не так давно программа была продлена. Всего с начала ее действия за 6 лет на брещане семейный капитал был назначен более 18 тысячам многодетных семей. Программа действия семейного капитала действия с 2015 года продлена на указом до 2024 года. С 2015 года за время действия программы всего семейным капиталом назначен около 18,7 тысяч многодетных семей. За данный период, за 11 месяцев 2020 года, 2,7 тысяч семей получили назначенный семейный капитал. За досрочным использованием семейного капитала за этот период, за год, за 11 месяцев, обратилось около 5,7 тысяч многодетных семей. Все многодетные мамы города находятся на учете в территориальных центрах по месту жительства. В преддверии новогодних и рождественских праздников без поддержки внимания не остается ни одна такая представительница прекрасной половины. Кроме того, это касается мам воспитывающих детей-инвалидов. Как рассказали нам в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района, к своим подопечным они организуют доставку подарков прямо на дом, а в церемонии примут участие главные сказочные персонажи – Дядь Мороз и Снегурочка. Мы поздравляем, как правило, инвалидов в ремне семьи, в которой находятся дети-инвалиды. И в этом году мы сделаем то же самое. У нас есть все для того, чтобы поздравить вот этих вот ребят. Причем, какой нюанс в этом году может быть? Ну, маска, да? Ну, а больше ничего. Ну, если маска для Деда Мороза там под бордой не видно, ну, Снегурочка, ну, Снегурочку сделаю. Снегурочка тоже, маски, я думаю, это будет нормально. Ну, где-то вопрос второй. Согласятся ли родители, чтобы прошла эта акция? Поэтому мы сейчас тогда промониторим на следующей неделе. И я думаю, что все равно кто-то согласится. Я думаю, я уверен в том, что это будет приятно, во всяком случае, не только детям, но и родителям, которые будут участниками этого события. Не забывают о своих подопечных и в территориальном центре Ленинского района. Параллельно с поздравлениями на дому здесь готовят праздничный вайбер-марафон талантов для всех подопечных разного возраста. Авторы самых творческих номеров, заснятых на видео, станут обладателями памятных подарков в канун Нового года. Мы готовим трехдневный марафон в группах вайбера, в которых у нас находится более 350 граждан. Во-первых, волонтеры поздравят всех своих подопечных. Во-вторых, каждый сможет проявить себя в виде чтения стихотворения, исполнения музыкального произведения, проведения мастер-класса, что выльется потом в конкурс творческих работ, который, конечно, мы будем оценивать онлайн, и победители получат подарки. Таким образом, праздник должен прийти в дома всех тех, кто в этом нуждается. Будет это сказка или просто добрый жест внимания, не столь важно. Самое главное – это подарить другим частичку тепла и радости, окружить заботой и вниманием, дать почувствовать собственную важность и значимость, и то, что проблемы каждого из этих людей не безразличны другим. В эфире программа «Итоги недели» мы продолжаем. В современном мире, где все кипит и стремительными темпами развивается, сложно везде успеть, если у тебя нет собственного автомобиля. Жители областного центра – не исключение. Учитывая современный образ жизни, они просто не могут обойтись без автомобиля или даже двух-трех. Правда, иногда случается так, что из-за стечения обстоятельств или из-за долгого использования машина приходит в негодность. Не каждый может вернуть ей надлежащий вид или убрать со стоянки. И машины эвакуируют. Подробнее о том, что ждет машину после эвакуации и находят ли владельцев, на первый взгляд, бесхозных автомобилей – далее. Транспорт давно перестал быть роскошью. Сейчас практически у каждого горожанина есть личное средство передвижения. Правда, вместе с большим количеством автомобилей в городе возникает знакомая каждому водителю проблема – нехватка парковочных мест. Именно такая ситуация сложилась по улице Октябрьской революции, где неэксплуатируемые транспортные средства занимали парковочные места. Жильцы ближайших домов обратились к своему председателю управления, чтобы решить проблему. Ко мне обратились жильцы в данной ситуации о том, что длительное время здесь находятся транспортные средства, которые находятся в техническом неисправном состоянии. В каком состоянии вы сами видите. Спущенные колеса, разбитые бампера, разбитые фары, стекла разбитые. Таких машин в последнее время у нас было пять штук. Я обратился в администрацию Московского района оказать содействие в их эвакуации. Из пяти машин три ранее были эвакуированы собственниками. Судьба остальных сложилась не столь радостно. Транспортные средства находились в запущенном состоянии, колеса буквально вросли в землю. Эвакуировать такое транспортное средство задача не из легких. Но специалисты справляются. За прошлый год было эвакуировано 13 автомобилей. Акцентируем, эвакуировано. Судьбу еще 287 определили хозяева после предупреждения. Администрация Московского района осуществляет поиск собственников, устанавливает данные собственников, если это возможно. В случае, если мы не можем найти, установить местонахождение собственника, либо вообще, в принципе, кто он на самом деле является. Часто машины без номеров находятся. И попасть в эти машины не всегда удается, потому что они могут быть закрыты. В таком случае выжидается определенные сроки. И мы эвакуируем эти автомобили на охраняемые парковки. Для сохранения порядка и благоустройства на территории города машины, которые относятся к категории неэксплуатируемых транспортных средств, увозят с парковочного места и отправляют на охраняемую стоянку, где автомобиль покорно ждет своего хозяина, либо по истечению шести месяцев отправляется в руки специалистов Брест-Вторчер-Мета с последующей утилизацией. Дальнейшая судьба этого транспортного средства, то есть граждане, вот мы эвакуировали, к примеру, гражданин, владелец транспортного средства, подает в администрацию Московского района заявление. То есть я ему обязан отдать это транспортное средство, понимаете? Он подает заявление, требование, будем так говорить, и мы возвращаем это транспортное средство с учетом оплаты за транспортировку и эвакуацию транспортного средства. Чтобы избежать проблем такого рода, водителям необходимо постоянно ухаживать за личным транспортом и не забывать проходить техосмотры. Ирина Кузьмич, Андрей Щерб, Александр Макареевич, телекомпания БУК-ТВ. COVID-19, коронавирус. Эти слова, до этого года неизвестные людям, прочно и основательно вошли в обиход, укрепились в нашем сознании как нечто страшное, пугающее. Каждый день мы вслушиваемся, вчитываемся в сводки, и они не успокаивают. Но то, что происходит в мире в связи с небывалой пандемией коронавируса, перестает быть чисто медицинской проблемой. Эпидемия наносит удары по экономике, по транспортному сообщению, по культурной и спортивной жизни, а главное, она наносит удары по психике людей. И в этом случае необходимо найти четкую границу между тем, что есть, что может быть и что делать, чтобы не спровоцировать полную потерю управляемости, в широком смысле этого слова. А для этого нужно владеть информацией, чтобы сохранять рациональное восприятие. Наша съемочная группа поставила задачу рассказать, как и что происходит в брестских больницах, как лечат, как спасают и чего опасаются наши доктора. Первый пациент с заболеванием COVID-19 в Беларуси был выявлен 28 февраля. Сегодня мы на пороге Нового года, и на данный момент уже многие из нас или нашего окружения испытали на себе различные формы коронавирусной инфекции, а кого-то и по сей день сковывает чувство страха перед неизведанным вирусом. Однако медики все это время находятся в эпицентре событий и делают все возможное, чтобы спасти чью-то жизнь и вернуть здоровье каждому из пациентов. Наш стационар оказывает помощь пациентам с коронавирусными пневмониями с 5 апреля 2020 года. То есть 255 дней и ночей стационар занимается оказанием помощи этим пациентам. За это время пролечено более 11 тысяч пациентов. Более 11 тысяч пациентов пролечено и выписано. Это очень большой показатель. Работа в этот период – огромная ответственность. Ведь на кону стоят жизни людей. Современное оснащение значительно облегчает труд медработников. Стало возможным круглосуточно отслеживать состояние больного коронавирусом и своевременно обеспечивать подачу кислорода в организм. Носовые конюли, которые вот в таком виде подключаются к аппарату Боброва. И мы можем выставить дополнительный поток кислорода в литра до 15 литров. Кислород подается увлажненным через дистиллированную и очищенную воду. В стационаре отделения анестезиологии и реанимации Брестской центральной городской больницы предусмотрено 21 место для пациентов с COVID-19. И столько же аппаратов искусственной вентиляции легких. С начала периода пандемии несколько аппаратов были закуплены Брестскими предприятиями, что помогает оперативно принимать меры даже в критических ситуациях. Через лицевую маску специальными креплениями, специальной манжетой фиксируется лицевая маска на пациенте и к нему подсоединяется аппарат ИВЛ, на котором мы можем выставить процент подаваемого кислорода. И только в случае самой крайней необходимости используется тяжелая артиллерия медицины. Метод инвазивной вентиляции легких. Это вынужденный шаг, когда все использованные способы респираторной поддержки не дали эффекта. В трахею вводится такая трубочка, называется интубационная трубка. Это все делается под наркозом, и тогда более в принудительном порядке человек вентилируется. То есть мы аппаратом искусственной вентиляции легких выполняем функцию самих легких. В первые дни, один-два, это очень неприятно пациенту, поэтому он находится в медикаментозном сне. Медицинская ошибка может стоить человеческой жизни. Так давайте не будем усложнять и без того тяжелый труд. Места в больницах важно оставить для тех, кто больше всего нуждается в помощи. А остальным необходимо прежде всего соблюдать меры безопасности, следить за своим здоровьем и уверенно смотреть будущее. Ведь коронавирус, он не навсегда, а новогодние праздники уже скоро. В преддверии праздников хочется вам поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством и пожелать самое главное – здоровья. Людмила Логодич, Адуард Бакунович, Александр Василевский, телекомпания «Бук-ТВ». Главная елка города над «Буком» зажгла свои разноцветные огоньки. А значит, пора и каждому горожанину празднично украсить лесную гостью в своем доме. Горячая пора выбора той самой пушистой и зеленой красавицы уже началась. В областном центре стартовали елочные базары. Сотрудники лесхозов готовы обеспечить всех желающих одним из главных символов предстоящего праздника Нового года – живой елью. Каждый сможет найти елку на свой вкус и даже цвет. Кроме того, у Брещан есть возможность приобрести елочку, которая не срублена под самый корешок. Все больше деревьев теперь продают в катках, которые позволяют использовать лесных красавиц не один год. Как выбрать ту самую елочку и как ярко украсить лесную гостью к новому 2021 году – расскажем вам прямо сейчас. Найти главный атрибут новогодних праздников без труда можно на елочных плантациях. Здесь зеленых красавиц специально выращивают. Средний возраст – от 7 до 11 лет. На делянке Каменецкого лесничества много елок, и все они разные. Высокие, маленькие, стройные, пушистые, с большими и не очень лапами. Пользуются спросом как большие, так и маленькие. Во двор люди часто выбирают ели, последние годы ставят в частных домах. Я люблю таких средних размеров, до 2,5 метра, ну 2 метра, и в которой ветви направлены так вот ближе к стволу, вверх. На ней эстетично будут располагаться игрушки. То есть не разлапистые такие, не подпологовые, а специально выращенные, и хвоя у них такая позеленее. На плантациях выращивают не только елки, но и сосны. Первые являются традиционным атрибутом новогодних праздников. Вторые тоже не отстают и с каждым годом только набирают популярность. Еще один тренд, который, возможно, в скором времени войдет в привычку – экологичность. Купить деревья в катках, чтобы после праздников подарить им вторую жизнь, не только можно, но и модно. Что касается количества, я думаю, что никто не обидится. Все будут обеспечены нашими лесными красавицами. Также мы планируем еще к этому ассортименту увеличить реализацию новогодних деревьев в катках. Если в прошлом году у нас эти деревья были реализованы в количестве 150 штук, то в этом году мы еще на 50 штук увеличили ассортимент. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Здесь пушистые ели растут и крепнут. Правда, на территории этих больших угодий холодно, а потому наши зеленые ели ищут теплый дом, где брещане украсят их яркими гирляндами и игрушками. А вот украшать их нужно с особым настроением. Главное – подойти к выбору убранства с долей креатива, не забывая и о традициях. Символом 2021 года является белый металлический бык. А потому, выбирая елочные шары и мишуру, стоит вовсе отказаться от красного цвета. А вот белый будет очень актуален. Кто хочет порадовать белого быка, может поставить белую пушистую елку, либо самим забрызнуть искусственным снегом и посыпать серебристыми блестками. Также, кто вовсе не хочет отказываться от украшений, следует помнить правила, тенденции в выборе цвета елочных игрушек. Если на вашей елочке не окажется ни одного серебряного шарика, бык очень расстроится. Поэтому, чтобы привлечь в дом и дачу, следует хотя бы один-два шарика повесить. Золотой металлик также будет актуален. Все оттенки зеленого, цвет травы, который употребляет бык в пищу. Шоколадные и песочные, цвет земли и натуральной шерсти быка. И также молочные, нежно-розовые, нежно, немного романтике не помешает. Но также стоит помнить о антитрендах. Красный, ярко-алый, синий являются антитрендами. Так что, если вы не хотите, чтобы ваш год был неудачным, то следует от них отказаться. Но перед тем, как празднично украсить лесную гостью, ее необходимо приобрести. Сделать это можно на елочном базаре, который открылся сегодня. Чуть больше недели осталось до Нового года, а потому зеленая красавица нарасхват. Елочный ассортимент богат. Найти лесную гостью на свой вкус сможет каждый. Многие брещания дают предпочтение только живой еле. Это экологично, ароматно и празднично. В дом можно взять живую, почувствовать праздник, а потом высадить в грунт, чтобы она дальше росла и радовала. И радовала нас дальше. Очень хочется, потому что праздника и живая елка – это однозначно запах в квартире вкусный. Ну, как бы так, не знаю, но очень хочется живую елку в этом году поставить. Нам дешевле купить за 10 рублей каждый год, ну, например, 10 лет, чем одну елку. Как бы она за 10 лет испортится. Это пластик для нас. И свежесть в доме, и детям весело. Главная елка города уже зажгла свои огни, запустив тем самым своеобразный челлендж. Теперь пушистые красавицы, но поменьше, освещают своим праздничным убранством дорогу на Брестских улицах, предприятиях, учреждениях. Так, свое место на территории Брестского мусороперерабатывающего завода нашли несколько елочек. Они стали частью яркого новогоднего украшения. Веселые снеговики, необычные деревья, укутанные гирляндами и подарки – все это создает атмосферу праздника и волшебства. А главное, именно эти новогодние ели и красочные гирлянды – первое, что видят специалисты предприятия, приходя на работу. Такое украшение у нас каждый год делается. И с каждым годом оно делается все интереснее, все лучше. В этом году вообще, мне кажется, сказка, как в Диснейленде. Но это делается для рабочих, чтобы… Вот мы идем на работу, у нас создается такое хорошее настроение, чтобы целый день отработать, 12 часов в таком хорошем темпе. Наше руководство, оно сделало позитивную такую обстановку для людей. Вот они идут на работу, уже настроены. И с каждым годом все это лучше и лучше. И так приятно вот видеть это все. Правда, снега нет, ну… И это очень радует и… Ну, прекрасно просто. Праздник к нам приходит. И пусть новогодние торжества у каждого будут незабываемыми, как в детстве. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Далее о погоде. Партнер прогноза – гомеопатический лекарственный препарат «Инфлюцит». Применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний. «Инфлюцит» содержит 6 активных компонентов для лечения острых лихорадочных простудных заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа. «Инфлюцит» способствует быстрому выздоровлению, устранению общей слабости, снижению температуры тела, устранению насморка для взрослых и детей с одного года. ОРЗ «Простуда грипп» помогает «Инфлюцит». Я, Ирина Кузьмич, желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом БУК-ТВ. Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! ОРЗ «Простуда грипп» помогает «Инфлюцит».